Рекламно-информационная программа Культпоход 12.06 в Кирове. Программа Культпоход сегодня начинается так немножко сумбурно, потому что наши гости в студии, мы заговорили с ними в перерыве. Тема у нас замечательная, и мы сегодня будем говорить о музыке. Будем говорить о юбилее Вятского симфонического оркестра имени Раевского с директором Вятской филармонии Александром Гаврилиным. Добрый день. Добрый день, друзья. Главным дирижером Вятского симфонического оркестра Константином Маслекуум. Константин Александрович, здравствуйте. Ну и почетным гостем Вятской филармонии, как представили его Александр и Константин, граф Муржа, российский скрипач, заслуженный артист России и лауреат международных конкурсов имени Поганиня и Чайковского. Добрый день. Добрый день, друзья. Здравствуйте. Значит, ну давайте мы тогда сразу же определимся. Мы, во-первых, расскажем, конечно, про открытие, про то событие, которое будет 3 октября, то есть завтра. Дальше мы пройдемся по сезону, по октябрьской афише филармонии. Представим нашего гостя, потому что гость, как в перерыве мы выяснили, у нас не в первый раз в нашем городе. И это такая история, длинная, интересная история. Константин Маслюк нам рассказывал. Давайте, наверное, представьте гостя, почему граф Муржа в нашем городе открывает фестиваль. Ну, вы знаете, я все-таки уточню, что открыли фестиваль мы все-таки неделю назад. У нас состоялся концерт-открытие. Это был концерт солистов Вятского симфонического оркестра. 24 сентября мы открыли фестиваль, посвященный юбилею оркестру. А 3 сентября, то есть завтра, это не открытие фестиваля, но это, пожалуй, его центральное событие. Все-таки это его центральное событие. Это так называемый основной юбилейный концерт оркестра. И, конечно, нам хотелось пригласить интересного солиста, который был бы как-то связан с оркестром. И вот мой выбор здесь пал на выдающегося музыканта. И человека, который действительно связан с оркестром довольно долгие годы. Потому как впервые граф Муржа, еще будучи молодым музыкантом, таким подающим большие надежды, только что ставшим лауреатом конкурса Чайковского, он приехал по приглашению Валерия Александровича Раевского и участвовал в фестивале «Русские в Европе». В каком году это было, простите? Мне кажется, 2001-2002, что-то в этом духе. То есть почти 20 лет назад. Ну, в общем, давно, да. Долгая у вас история знакомства с нашим городом. Да, впоследствии уже в мою бытность граф Шанович приезжал с нами играть. Интересный был концерт пару лет назад, когда наш гость сотрудничал с оркестром русских народных инструментов имени Шаляпина, под управлением Александра Чубарова. В общем, граф Шанович, что называется, наш человек. Вот. И я этим очень горжусь, тем более, что нас связывает с ним не только многие творческие события, да, но и 30 лет личной дружбы. И я всегда рад работать, музицировать с этим невероятно талантливым человеком. Отлично. Спасибо. Может, как раз попросим вас, граф, рассказать о завтрашнем концерте, о том, что вы представите кировской публике. А что будет завтра, что нас ожидает? Вы знаете, мы будем играть Петра Ильича Чайковского с большим удовольствием, с большой радостью. Вот. Я приехал с огромной радостью в Киров. С большой радостью пришел к вам, познакомился с директором. С директором уже очень много сделано. Вот. С маэстро я действительно знаком с глубокого юношества. Вот. Он старше меня на один год. И в Центральной специально-музыкальной школе мы виделись очень-очень часто. Угу. Вот. Ну вот. После этого я тоже наблюдал маэстро как очень-очень-очень крупного, сильного пианиста, лауреата многих международных конкурсов. И затем мы стали играть вместе как с дирижером. И вот каждый раз встреча в Кирове для меня большая радость, потому что... И мы виделись не только в Кирове и в других городах. Вот. Я хотела спросить. Конечно, мы играли вместе. Наверняка встречались не только у нас. Да, да, да. Вот. Просто, ну, что касается маэстро Маслюка, могу вам сказать, что тот случай, когда... Вот ощущение серьезности работы, ценности академического образования, знания, оно всегда... Вот не уходит вот это ощущение значимости. Понимаете, вот именно серьезных знаний, образования и, на самом деле, работы над нравственным внутренним духовным миром. Сложно сказал, но правду. Я должен сказать и добавить, что просто мы, помимо всего прочего, еще и коллеги, в настоящее время мы оба являемся доцентами Московской консерватории. То есть вы преподаете вместе? Да. Граф Шанович преподает, соответственно, на кафедре скрипки, а я преподаю на кафедре камерного ансамбля и квартета. И у нас есть общие студенты, что называется. Которые у Графа Шановича по специальности, а у меня в камерном классе. Вот. Поэтому мы иногда дискутируем, знаете, долгими зимними вечерами, что же дать нашей не самой одаренной общей студентке, чтобы показать ее лучшие стороны и скрыть ее недостатки. То есть у вас еще... И достойны ли студенты приехать в Киров показать свое творчество? А, вот так. Это тоже важно. Понятно. То есть у вас еще такая, ну, как бы, преподавательская общая история получается. Так, вы будете играть Чайковского. Я так понимаю, что вот сейчас на концерт 3 октября, мы, кстати, на него будем разыгрывать билеты, и возрастное ограничение, я должна сказать, 12+. Да, ну и напомнить, что можно и с детьми более младшего возраста приходить, вместе с родителями, конечно же, да. Но, тем не менее, возрастное ограничение... Мало того, хочу еще напомнить, что, приходя на наши концерты, уважаемые зрители, вы не должны опасаться моментов, связанных с эпидемией и с коронавирусом, потому что Виатская филармония готова полностью обеспечить вашу безопасность. Это касаемо и социальной дистанции, и санитайзеров, и масок. Мы нашим зрителям дарим специальные красивые голубые маски. Как директор вы обязаны были это сказать. Обязательно. Красивые голубые, такие же медицинские, как обычно, или какие-то прям фирменные? Это фирменные маски от Виатской филармонии. Это филармония, которую мы подготовили, да. С логотипом? Нет, не с логотипом. Это же была уже... Пока. Это на перспективу. Логотип, это на перспективу. Но да, мы обязаны, конечно, об этом говорить, о том, что соблюдаются меры все санитарной предосторожности, да, и что... И рассадки через кресла. Да, и еще хочу сказать, чтобы... Наши зрители знали, что покупая билеты на концерты Виатской филармонии, это своего рода выгодная инвестиция в светлое культурное будущее и гарантированная экономия личных средств. Поэтому мы ждем всех в кассы. Ага, понятно. А почему гарантированная экономия? Потому что качество и цена – это Виатская филармония. А, вот оно как. Понятно. Ну, хорошо. Ладно. Я-то думала, что у вас, может быть, программы какие-то есть сейчас, накопительные, бонусы, знаете, как где-то покупаешь, там, абонементы. Абонементы, кстати, на сезон. Насчет абонементов у нас в этом году, так как мы пока не знаем, как будут дальше развиваться события, мы решили, что в этом году абонементные программы мы пока не делаем. Не включаете пока их? Да, вот на будущий год, да, мы уже сейчас разрабатываем и с Константином Александровичем, и с Александром Николаевичем Чубаром, главным дежурным Народного оркестра, следующий концертный сезон, где будут абонементы. Их количество будет уже не 5-7, как обычно, а доходить до 14. Так что следите за новостями где-то уже в феврале-марте. Кому-то достанется. Я думаю, что да, кому-то достанутся. У нас будут и розыгрыш абонементов, и ярмарка абонементов планируется в рамках Вятской весны, 15-го юбилейного фестиваля, кстати. Вот поэтому следите за новостями, дорогие зрители. Давайте мы всё-таки, да, вот такое вступление маленькое сделали, отвлеклись чуть-чуть от завтрашнего концерта, но давайте мы всё-таки немножко поподробнее о нём расскажем. Ну вот помимо того, что играть вы будете Чайковского. Вы знаете, проще было сыграть, наверное, да? Нет, 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 почему? Меня попросили задать вопрос. Дело в том, что этот вопрос непосредственно связан с программой нашего завтрашнего концерта. Поэтому я, наверное, пока сделаю паузу с вашего позволения. И после того, как я задам нашим слушателям вопрос, уже после того, как на него ответят, я надеюсь, вопрос несложный. Дело в том, что это будет в конце программы, и у вас уже, к сожалению, у нас не останется времени рассказать подробнее. Может быть, вопрос будет связан с каким-то конкретным произведением? Да. А всю остальную программу вы могли бы озвучить? Вы знаете, по сути дела, музыка Бетховена будет звучать и музыка Чайковского. И Бетховена во многом потому, что все-таки у нас 2020 год, это не только год пандемии, но и год 250-летия со дня рождения Бетховена. И те, кто хоть как-то работают в нынешнем году, все-таки эту дату не должны... Забывать. Да, как-то отодвигать. Поэтому у нас прозвучит овертюра Бетховена Леонора номер три. А вся дальнейшая программа будет связана с музыкой Чайковского. И потому, что это музыка, которая всегда вызывает самый живой отклик наших слушателей, и потому, что Чайковский уроженец Вятской губернии, и потому, что Чайковский мой любимый композитор, вы уж меня простите. А Вашграф? Вы знаете, у меня любимый композитор тот, которого я сейчас играю. Просто не получится хорошо сыграть, если ты не будешь это любить. То есть сейчас Ваш любимый композитор Чайковский на два ближайших дня. На сегодня и завтра. На ближайшие дни мой любимый композитор Чайковский. Но этот год и юбилейный Петра Ильича, это уже? Ну да, да, да. 180-летие. Ну просто да. Тут уже в мае, как говорится, мы на карантине его отметили. А у Бетховена-то все-таки он еще не родился. А еще предстоит. В декабре дата-то сама. Вот, поэтому, если даст Бог, да, у нас все будет как-то продолжаться, да, то мы в декабре планируем все-таки еще одно мероприятие, специально посвященное юбилею Бетховена. То есть если пандемия все-таки оставит нас в покое? Ну знаете, она не оставит нас в покое, да. Тут надо, наверное, говорить о том, в какой степени оставит нас в покое, да. Просто, конечно, мы вот, как Александр Александрович совершенно правильно сказал, ну, знаете, делать абонементы вот в такое время, это, конечно, бессмысленная затея, потому что абонемент, продавая заранее концерт, мы гарантируем, что он состоится, да, но сейчас вот не всегда зависит это, к сожалению, от нас, да. Поэтому мы, конечно, гарантий никаких давать не можем, да. Единственное, в чем мы можем заверить наших слушателей, да, что если будет нам возможность работать, да, мы будем работать, и мы работаем, пока есть такая возможность, да. Возможно, конечно, никто не может... Нет, гарантий нет никаких сейчас, к сожалению, большому, да. Да, конечно, никто не может сказать, что будет там через три недели, да. Да, никто не может сказать, что будет на следующий день, к большому сожалению, то есть можно договориться, а потом раз и все. По пути на эфир, да, я в очередной раз посмотрел, что все-таки наше самое высокое руководство, да, заверяет, что вот такого тотального... Закрытия всего и вся не будет. Закрытия всего и вся они не хотят и постараются этого не делать, да, мы тоже на это надеемся. Ну, оставлять совсем уже всех без возможности хоть куда-то там выйти, да, и хоть как-то там приобщиться к каким-то хорошим таким вещам, учитывая, что с весны фактически такой возможности не было у людей. Ну, полгода, да. Полгода фактически ничего не было, и люди без работы сидели, и зрители не могли пойти. Мне кажется, что для ваших-то зрителей это вообще как бы большое такое, большая потеря, потому что если кино еще можно как-то там худо-бедно посмотреть дома на компьютере или на большом телевизоре, то музыку-то, конечно, надо слушать в хорошем зале. В хорошем зале и в хорошем качестве. В хорошем исполнении, конечно. Я получил колоссальное удовольствие. Вот у нас состоялось во вторник и в среду два концерта в органном зале, камерным оркестром, с нашей органисткой кировской Татьяной Рябовой. Вот, и я получил большое удовольствие. Вот вы знаете, все места, которые позволено было занять... В рамках Роспотребнадзора. Все, которые были позволены занять, они все были заняты. И эмоции, которые, да, я видел на лицах людей, да, они говорят о том, что, конечно, людям это нужно. И никуда это не денется. Никуда это... И никуда не денется, да. Живая музыка никуда не денется. Граф, а вы этим летом тоже, ну, фактически там не выступали нигде, да, или все-таки была возможность? Ну, было участие в фестивале, Третьяковка проводилась в фестивале, вот они записывали также это все, то есть это был видео... А, онлайн-фестиваль. Онлайн, да, очень такой интересный. Как у нас фестиваль «Лав» проходил, вот уже этим летом целый месяц. Вот, это было. Какие-то концерты были все-таки в Москве, вот. Должен был быть у меня проект, как раз вот связанный с Бетховеном, с концертом Бетховена. Очень интересный был проект. Это оркестр начала 19-го века, абсолютно аутентичный инструмент, то есть вот концерт Бетховена. Я должен был играть в концерт, и мы должны были записывать на следующий день запись с оркестром в Безансоне, с голландским дирижером. Но, к сожалению, у меня случилась травма руки, и там были сложности с визой, все совпало. Вот, сложно было выехать. Ну, понятно, да, еще из страны. Да, и вот мы отложили это. Вот, мы будем это делать, но чуть позже. Вот, ну вот, вот, вот так. И я вот приехал в Киров из Екатеринбурга, там, значит, ну, от фонда Башмета с мастер-классами я приезжал. Очень интересно с детками тоже было заниматься в спецшколе музыкальной, да, вот, в колледже. И также было 90-летие знаменитого музыканта Вольфа Усминского, который, в общем-то, такой патриарх скрипичной школы, такого, все-таки, российского крупного международного значения человек. Он первый, он учитель Бориса Белкина, большого скрипача, многих других, и, в общем... Ты у него тоже учитель Бориса Белкина? Я, я, это мой первый педагог тоже, да, и вот 90-летие, и было очень интересно, я очень рад, что мы это сделали, и очень рад, что вот из немногих концертов, которые пока еще проводятся, вот, в Кирове, в частности, у нас завтра, это большая радость для меня, я очень рад, что я приехал, хотел сказать, что я очень люблю Киров, вот, потому что проекты у меня были не только с симфоническим оркестром, но также и с оркестром народных инструментов маэстро Чубаров, блистательный музыкант, вот, очень рад знакомству с директором филармонии сегодня, вот, очень приятно, общаемся, спасибо. В общем... А вы прямо с поезда, да? Да, да. Да, фактически, фактически. А вы со скрипкой со своей? Да, да. Ой, а можете показать? Для камеры пошло, очень любопытно. Я могу показать. Да, у нас, на самом деле, идет видеотрансляция, поэтому наши слушатели могут видеть. 1719 года, из города Неаполь, скрипка Александра Гальяна. Покажите, покажите, покажите. 301 год, 301 год. Сумасшедшая какая-то. Ой, ужасно хочется посмотреть. Я именно ее взял, учитывая... Так, давайте, может быть, помогу я кружечку убрать. Нет, все хорошо. Мы справимся. Просто такой инструмент. Прямо даже страшно. Ой, Аня, а можем попросить буквально минутку позвучать? Это есть возможность? Если получится, конечно, можно, но я не знаю, получится ли. Я вот прошу обратить внимание, вот маэстро сейчас достает очаровательную скрипку. Посмотрите, какая красота. Любимому педагогу от Пшеничка. Нет, Пшеничка, Алифтина. Выпуск 2020. Посмотрите, какой кофр такой. Девчонка просто думала, что подарить, и вот придумала. Своими руками, своими руками. Вот такая девушка. Красота. А можно дать нашим слушателям возможность услышать, ну, буквально чуть-чуть, хотя бы несколько? Ну, пожалуйста. Сейчас попробуем. Боже, какая красота. Давайте мы сейчас попробуем. Попытаемся сейчас сделать. Да, без подготовки у нас импровизация сейчас. Я просто заметила, что... Есть кофр с собой, да? Да, да, да. Вот как упаковывают инструменты-то. У нас тоже правильный, золотой. На самом деле золотой. Наши зрители имеют возможность, да, увидеть. Просто магия. Ну вот. Сейчас. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Вот, пожалуйста, завтра, а, кстати, вообще еще возможность-то есть попасть? Да, есть и билеты еще. Или, учитывая коронавирус, то, что мест меньше уже все разобрали? Некоторое количество еще, по-моему. Нет, возможность есть. Мало того, наш фестиваль не заканчивается завтра. У нас будут еще два концерта. Это для наших самых юных зрителей. У нас семейный есть концерт нашего прекрасного композитора-современника, друга нашего оркестра Ефремова Подгайца. «Пастушка и трубочист» — это сочинение, которое выдающийся автор специально для нашего оркестра написал, и приезжал на премьеру и сам читал эту сказку. Мы решили в юбилейный фестиваль включить это сочинение, просто потому что это, в общем, для нас написано. Это знаковая история такая тоже. Конечно, конечно. Это, что называется, не каждый коллектив может похвастаться сотрудничеством с подобного уровня современными авторами. Вот. И завершать наш фестиваль приедет Борис Андрианов, вот наш друг, тоже и друг нашего оркестра тоже, который приезжал еще по приглашению Раевского неоднократно, велончелист. Вот. И мы ждем и надеемся, что 31 октября состоится этот концерт. Поэтому 25 октября в 11 часов мы всех ждем на «Пастушка и трубочист», на семейной, да, именно семейной такая музыкальная прекрасная сказка. Ну а маэстро Андрианов будет нас радовать 31 октября в зале, в Большом зале Вятской филармонии, в 17.00. У кого не получится вот завтра, пожалуйста, не пропускайте, следите. Но мы сейчас по октябрьским событиям, наверное, коротко все-таки пройдемся, да, успеем пробежаться до того момента, когда начнем розыгрыш призов. Я думаю, да. А в октябре, естественно, будет множество концертов, не только посвященных юбилею Вятского симфонического оркестра, да, но будут и другие. У меня вот здесь афиша практически каждый день, и в некоторые из них даже не по одному событию будут проходить, да, ну, завтра. И дальше, дальше уже... Может быть, не все, да. Пятые, шестые. Давайте знаковые самые, конечно. Ну, давайте знаковые, значит, 6 октября у нас проект «Танго, танго, танго». Это наш вязкий камерный оркестр представляет эту программу. Солисты Алексей Абашев, Елена Иванова-Летягина, Кирилл Запольский. Все это будет проходить в Малом зале. «Страсть», «Огонь». Все это у нас осталось, друзья мои, три билета. Евгений Дробахин будет дирижировать и играть на гитаре. Да, это наш второй дирижер, лауреат международных конкурсов. 7 октября всех приглашаем к Органу. Вечер Органа будет в Органый зал, да, безусловно. Кроме этого, 10 октября состоится два концерта проекта «Симфония на колесах». Одаренные дети нашего города будут выступать в сопровождении вязкого камерного оркестра. Это можно будет все увидеть, значит, по времени в 2 часа и в 16 часов в Малом зале вязкой филармонии. Да, я прошу прощения, мы не анонсируем, не говорим о возрастной ограничении все-таки этих мероприятий. А мы сейчас анонсируем 6+, в Органном зале 12+, ну и на танго. Хотели поставить 18+, но поставили 12+. Кроме этого, прекрасный проект, детский проект «Волшебник изумрудного города». Ограничение здесь у нас идет 6+, замечательная сказка, мюзикл, который поставил наше учреждение, тоже для семейного просмотра в 14.00, 11 октября. Всех будем рады видеть. Ну и юбилей Есенина, безусловно, 16 октября, 18.00, Вятский оркестр русских народных инструментов представит прекрасную программу совместно с солистами нашего учреждения, Ольгой Анцигиной, Константин Геудичев, все самые лучшие песни, романсы на стихи великого русского поэта. Возвращаясь к юбилейной дате 75-й годовщины Победы, Василий Теркин будет проект, также оркестр русских народных инструментов 18 октября в 11.00. Для наших юных школьников, если будет возможность с родителями прийти, мы будем, конечно... Тоже 6+. Тоже 6+. 21 октября к нам в гости приезжают две очаровательные девушки, одна из которых из Белоруссии, наша гостья Вероника Прадед, играть будут на цимбалах, и Ольга Алексеева Гусли, звончатый, город Москва. Это уникальный проект Александра Николаевича Чубарова, будет звучать инструментальная музыка, поэтому всех любителей и ценителей щепковых инструментов мы приглашаем в этот вечер... 21. 21.00 числа в Большой Залвятской филармонии. Тоже 12+. Тоже 12+, да. Поэтому проектов очень много, октябрь очень насыщенный, а вот ноябрь и декабрь будут ещё более насыщенные, мы очень надеемся, что нас никто не коронует, и мы всё это сделаем с удовольствием. А вот, кстати, действительно, я сейчас просто слежу за театрами, да, мы вначале, вот когда только-только открыли культпоход, снова, и открылись все наши культурные площадки, анонсировали несколько событий в театре на Спасхе, к большому сожалению, в театре на Спасхе случилось как раз вот то, о чём Александр говорит, кто-то короновал, да, и, к сожалению, там, да, и ради мировой безопасности отложили премьеры все, да. Насколько я понимаю, сейчас в драматическом театре такая же ситуация, но, может быть, я ошибаюсь, да, но кто-то мне говорил о том, что вроде бы до 9-го числа там отложены все спектакли, вот. Это просто, чтобы зрители были готовы. Как вот не печально, но такая история, она может случиться, но я могу, наверное, пообещать, и вы можете это подтвердить. Наши культурные площадки, конечно, там зрители не бросят своих, да, без билетов не оставят, если вдруг что-то, не дай бог, случится. Вы знаете, я вам больше скажу, вот какие-то абонементные наши, что называется, долги мы потихонечку отдаём. Я имею в виду те события, которые у нас должны были состояться весной и проходили в рамках абонемента, да, вот мы потихонечку их сейчас реализуем, да, и те люди, которые... Дождались. Да, естественно, да, не попали весной на эти события, да, и имеют возможность сейчас это сделать, поэтому мы, конечно, вот для нас это обязательство, и это обязательство мы, конечно, будем выполнять. Да, и мы призываем всех, кто сейчас ещё может успеть, пока не начались какие-то, не дай бог, проблемы, Друзья мои, самое главное, ведь забыл, вот 26 октября состоится ещё одно очень знаковое событие. К нам впервые на Вятскую землю приезжает легендарный и прославленный хор имени Пятницкого. На этот концерт пока ещё остались билеты, и цены очень даже приемлемые, поэтому все желающие увидеть воочию этот легендарный и прославленный коллектив, пожалуйста, мы ждём и приглашаем в Большой концертный зал 26 октября. 6 вечера, 12 плюс, мы сейчас уходим на рекламу и вернёмся через полторы минуты. Быстрее бы. Программа «Культ поход» продолжается. Мы с Гульнарой Гариповой и наши гости Александр Гаврилин, Константин Маслюк, граф Муржа. И мы обещали, что начнём разыгрывать призы. Всё-таки у гостей наших есть вопросы. Мы обещали слушателям разыграть билеты на завтрашний концерт, поэтому, конечно же, приступаем. Ну, давайте озвучим список призов. Есть у нас билеты на завтра, на 3 октября. С 17 часов всё начинается, в 5 вечера, да? В 5 вечера на концерт Вятского симфонического оркестра имени Раевского. Спасибо Большой филармонии. Два комплекта билетов у нас есть, то есть четверых мы можем даже отправить на завтрашние прекрасные события. Есть книги от магазина «Читай город». Да, традиционные книги от нашего спонсора магазина «Читай город» Ирина Фуфаева. «Как называются женщины? Феминитивы. История, устройство, конкуренция». Научно-популярная книга, отличающаяся профессиональным подходом о феминитивах. Словах с показателем женскости. Так охарактеризовала Ксения Станислава. Да, 12 плюс ограничения. Это те самые слова авторка, иллюстраторка. То есть вот кому-то нравится, кому-то не нравится. Нет, ну, по крайней мере, разобраться в том... Ирина Фуфаева объясняет, что откуда пошло. Да, как они устроены и стоит ли принимать для себя эти феминитивы, можно разобраться, прочитав эту книгу. Следующая книга – это Александр Кабаков, «Бульварный роман» и другие московские сказки. В книгу вошли повести 12 рассказов об обычной жизни обыкновенных людей. Обычной обыкновенных. Прекрасно. А может, так кажется только со стороны. А возрастное ограничение для данной книги – 18 плюс. Да, давайте дальше я. Да, давайте. Можно я, да. Тикинси, леди на сельской ярмарке, всегда раскроет пару преступлений. Новая детективная серия о леди Эмили Харткасл и ее горничной фло, золотые стандарты английского детектива в современной интерпретации – 16 плюс. И Гастон Дорен, мне вообще удивительно, что эту книжечку еще у нас не забрали. Вавилон «Вокруг света» за 20 языков. Журналист, филолог и полиглот предлагает захватывающую экскурсию по 20 основным языкам мира. 16 плюс – возрастное ограничение. И спасибо большое магазинам «Читай горд». Вот эти и другие книги вы можете найти по адресам Преображенская, 65 ТЦ, Театро и Ленина 103А, Торговый центр Крым. Естественно, у нас есть кино. Да, у нас есть кино. Два билета на любой фильм и сеанс в кинотеатре «Смена» и также пригласительный в театр «Кукол». На 10 октября в 14.00 спектакль «Код в сапогах» возрастное ограничение 0+. И 11 октября в 11.00 «История трех поросят». Ну, это совсем для малышей. Да, ну, это бабе-спектакли, я так понимаю. Прекрасно, да. Детей мы тоже можем отправить. Конечно, можем. Можем отправить, потому что родители с детьми нынче тоже остались без возможности куда-то вместе сходить. Ну, всё. Вопросы. Ну что, у нас два вопроса. И прежде чем их задать, мне бы хотелось всех ещё поздравить. Вчера у нас был Международный день музыки. Да. Да, пожелать вам, уважаемые зрители, слушайте качественную, вкусную, интересную музыку. И поднимайте себе настроение. Музыка – это жизнь. Я не встречал человека, который бы не любил музыку. Все её любят, поэтому приходите в Вятскую филармонию. Там уж точно будет качественная музыка. Ну и в преддверии Дня Учителя поздравить и наших гостей, в том числе, которые преподают, да, и всех учителей в Вятке с этим прекрасным днём, с этим светлым днём. Пожелать вам всего самого-самого наилучшего и счастья вам. И чтобы у вас были талантливые дети, которые в последующем будут вас благодарить и будут вам всегда благодарны. Вот, и каждому, наверное, педагогу можно пожелать вот этот вот подарок, сделанный своими руками, который нам граф Моржа показывал, да, на выпуск. Спасибо большое. Вот, выпуск нет. Прекрасно. Ну, а теперь вопрос. Давайте. Вопрос от директора-дирижёра. Есть такой прекрасный, был такой прекрасный дирижёр Артура Тосканини. Так вот, однажды Артура Тосканини и дирижёр-композитор Пьетро Масканини были приглашены принять участие в большом музыкальном фестивале, посвящённом памяти Верди. Масканини, который завидовал дирижёрской славе Тосканини, принял приглашение с одним единственным условием, что он получит гонорар более высокий. Цитата. «Хотя бы на одну лиру». Получая гонорар, Масканини, раскрыв конверт, увидел эту сумму. Так сколько же заплатили Масканини за этот концерт? Ага. Мы не будем давать вариантов ответств. Вариантов? Давайте попробуем угадать. Сначала 211-101, наш номер телефона. Я не знаю, успеют ли слушатели загуглить, но мне кажется, что это такой на логику вопрос. Конечно. Конечно. Нужно попробовать угадать. Я напоминаю слушателям, что мы добрые, и мы даём возможность с двух попыток угадывать. То есть, если первый ваш ответ будет неверным, мы всё-таки позволим вам ещё вторую версию озвучить. 211-101. Есть звонок? Есть звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Елена. Здравствуйте, Елена. А вы готовы ответить на вопрос? Ну, по одной лиру. Совершенно верно. Отлично. Да, именно одна лира. Почему? Потому что Тосканини в этот вечер дирижировал абсолютно бесплатно. Потрясающая история. Спасибо вам за правильный ответ. Что бы вы хотели в качестве приза? Билеты в кино. Билеты в кино. Елена, не кладите, пожалуйста, трубочку. Продюсер запишет ваше имя и фамилию, и я после эфира вам перезвоню, расскажу, как вы сможете их забрать. Едем дальше. Второй вопрос от Константина Александровича Маслюка. Да, вот он непосредственно связан с программой нашего завтрашнего концерта. В финале нашего юбилейного вечера прозвучит сочинение Петра Ильича Чайковского, в котором автор предусмотрел участие пушки и церковных колоколов. Но вот с пушкой у нас как-то не сложилось, а церковные колокола мы завтра планируем задействовать. Я хотел бы попросить наших слушателей. Это увертюра. Торжественная увертюра. Название произведения, да? Да, как она называется. Будем давать варианты ответа? Нет. Не будем. Может быть, пока зрители дозваниваются, расскажите эту историю о церковных колоколах. Сколько и где вы взяли, как они будут присутствовать, в каком качестве. Вы знаете, сегодня звонарь придет на репетицию, я сам это все увижу. А, то есть это все будет вот просто вживую? Конечно. Отлично. Есть звоночек. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Представьте, пожалуйста. Светлана. Светлана. Итак, ваш ответ? Увертюра 1812 год. Совершенно верно. Абсолютно верно. Поздравляем вас. Спасибо. А что бы вы хотели в качестве приза? Я, конечно же, пойду завтра. Отлично. У вас прекрасный вкус. Спасибо большое. Да, Светлана, не кладите, пожалуйста, трубочку. Билеты у нас в редакции расскажут вам, как их забрать сегодня после эфира. Да. У нас остается еще 2-3 минуты. Гуля, я знаю, что тоже готовила вопрос. Ой, у меня очень простой вопрос. Мы сегодня целый день говорим о юбилее Вятского симфонического оркестра имени Раевского. Но ни разу не прозвучала все-таки дата. Я прошу зрителей озвучить все-таки, сколько же лет, какая юбилейная цифра у этого оркестра. Сколько исполняется? Да. Сколько исполняется? Да. Варианты ответа будем давать? Да, я думаю, нет. Не будем. Ну ладно, у нас 2 минуты остается. Кто-то может успеть догадаться, кто-то, может быть, знает. Да, я надеюсь, есть поклонники. У нас много слушателей, поклонников. Да, я хочу сказать, что оркестр был когда-то основан как любительский оркестр профсоюзов. Да, и прошел очень большой путь. Есть звонок. Добрый день. Здравствуйте, Александр. Да, Александр. Давайте. Я предположу, что 15 лет. Ческа, давайте еще раз попробуем. Очень далеко, Александр. Попробуйте чуть-чуть увеличить цифру. 25. Ну, ближе, но не так, как... Последний шанс. Умножайте на 4. Юбилейный был большой. 60. Отлично. Ура, Александр. Это вот спасибо нашим гостям. Они добрые-добрые сегодня подсказали вам. 60. Совершенно верно. Это правильный ответ. Да, Александр, что вы хотите в качестве приза? Книжку про языки. Книжку про языки. Вавилон. Гастон-Дорен. Да? Хорошо, Александр, не кладите, пожалуйста, трубочку, фамилию вашу напомните нашему продюсеру, и книга будет вас ждать в нашей редакции. Все остается у нас меньше полутора минут до конца нашей программы. Мы уже не успеем задать еще один вопрос, к сожалению, большому. Билет на завтрашний концерт, с вашего позволения, остается в редакции. Сделайте одолго. Кто-то кому-то из коллег он достанется, и кто-то у нас сможет приобщиться к прекрасной совершенно музыке, да, сходить завтра на концерт. Благодарю наших гостей. Александр Гаврилин, директор Вятской филармонии, Константин Маслюк, главный дирижер Вятского симфонического оркестра имени Раевского, граф Муржа, российский скрипач, заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов, почетный гость Вятской филармонии, человек, который неоднократно в нашем городе бывал, и, как признался, наш город очень любит. Вот. Пожалуйста, приходите завтра, приходите на следующие концерты, да, юбилейные, юбилейного фестиваля, и другие концерты тоже. Пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности. Напоминаем всем нашим слушателям, что если вы плохо себя чувствуете, не подвергайте опасности всех остальных, особенно музыкантов, не подвергайте опасности, да, посидите лучше дома. Даже если вы билет уже купили, все равно он не пропадет, все равно пойдут навстречу, ситуацию все понимают. Спасибо большое, любите музыку, еще раз праздником всех, с Международным днем музыки, который вчера отмечался. Программа Культпоход на этом завершается. Спасибо большое, спасибо большое. Всего самого хорошего. Культпоход